Британская разведка обнародовала новые данные с Украинского фронта. США конфисковали нефть с российского судна, а еще готовятся передать Украине новую военную помощь. О главных событиях в мире далее. Армия оккупанта не оставляет попыток окружить Северодонецк, однако украинские силы не дают ей установить свой контроль в регионе. Об этом сообщает британская разведка. По данным военных, российские войска пытаются создать котел, желая оккупировать также юг Украины и достичь полного контроля над Донбассом. За последние дни агрессор переместил в регион устаревшие 50-летние танки Т-62. Британцы считают, что их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в РФ современной боеспособной техники. Они будут особенно уязвимы для украинских противотанковых средств. Более 100 тысяч баррелей нефти конфисковали США с российского судна, операцию провели в Агейском море. Причиной изъятия стало нарушение Москвой введенных санкций ЕС и США против Ирана. Именно иранскую нефть россияне перевозили на танкере. По словам источников Вашингтона, Кремль продолжает поддерживать сеть контрабанды нефти. США в скором времени могут объявить о передаче Украине реактивных систем залпового огня. Об этом сообщают авторитетные СМИ. А такой крупной помощи могут объявить уже на следующей неделе. При этом РСЗО сейчас является ключевым запросом украинской стороны в борьбе с российскими захватчиками. Подобная техника может даже изменить ход войны, отмечают эксперты. Она запускает ракеты на сотни километров, намного дальше, чем любая из систем, которые уже есть у ВСУ. Тем временем Пентагон отправил Киеву новую партию помощи в виде бронетранспортеров. Об их предоставлении договорились в апреле. Кадры погрузки опубликовали в Минобороны США. Кроме того, критически важное оборудование прямо сейчас направляется в Украину из Соединенных Штатов через Германию. В Вашингтоне сообщают, что грузовой корабль доставил в порт медицинскую и военную технику, а также транспортные средства. Теперь их перевезут по суше в Украину. Очередной самолет с оружием для ВСУ загрузили в Канаде. В этот раз украинские защитники получат необходимые гаубицы М777. За время борьбы с оккупантом Оттава отправила уже 900 тонн различной помощи Киеву. Украина получила от западных союзников авиацию, советские самолеты Су-25 и многоцелевые вертолеты Ми-17. Перед этим их разобрали для облегчения транспортировки. Об этом пишут западные СМИ. По их информации, в Европе создали крупный центр для снабжения Украины военной помощью. Там находится 110 военных из 30 стран мира, которые управляют логистикой. Количество поставленной техники держат в тайне. Поддержку не только на государственном уровне продемонстрировали в Литве. Местные граждане собирают 5 миллионов евро на Байрактар для украинцев. Инициатива принадлежит местному журналисту. По его словам, эта техника как нельзя лучше показала себя в текущей войне. На счету уже почти 2 миллиона. Каждую минуту поступает почти 2 тысяч евро. Индия, как крупнейший производитель сахара в мире, ограничила свой экспорт. Теперь на вывоз продукции нужно получать разрешение властей. Ранее в Нью-Дели запретили экспорт пшеницы. По словам экспертов, такая-то... ...риск голода в мире. США призвали не отрезать Россию от всемирного интернета. Ранее стало известно, что компания Google отключит в РФ некоторые свои ресурсы. Это может привести к росту цен на интернет, а также отразиться на качестве покрытия в целом. Информация для граждан России, позволив им узнавать правду о происходящем в мире. Украинские права...